Его прихожан были наследники купца Спиридона Лянгузова, водившего государевы караваны в Китай. Здесь бывали и губернатор Рыхлевский, и нигилист Красовский, и народоволка Якимова. Упокой всех, Господи, в мире! Поднимешься вверх по Казанской, свернешь в тихий переулок и бросится в глаза ворота Преображенского женского монастыря. Можно долго разглядывать их узорные узорочья. Со стороны древнего сибирского тракта был хорошо виден один из первых каменных храмов на Вятке. Это жемчужина монастыря, белокаменная Преображенская церковь. Известные и имена создателей храма это были местные каменщики Иван Никонов да Тихон Чернядев, Михайло Старков да Исаак Москвитинов. К концу века XVIII вехами церквей обозначились главные городские улицы и кварталы. На Царевской встала мощная, импозантная Царево-Константиновская церковь с колокольней. Это был храм Вятской знати. Официальные лица и Вятское высшее чиновничество предпочитало эту церковь всем другим. Преосвященный Алексий воспринимал Вятскую кафедру как ссылку. Он искал милости у Петра Первого и царицы Екатерины. При Алексии были возведены в городе каменные церкви Всехсвятская и Притеченская. Всехсвятская завершала Московскую улицу и стояла недалеко от нынешнего Дома Советов. Рядом бойко торговали зерном и скотом. Шумела Хлебная площадь. Церковь Иоанна Предтечи много раз перестраивалась, пока не обрела вот такой прелестный облик. И все-таки ей повезло. Она сохранилась и ныне передана верующим. Вятку опустошали пожары. Деревянные церкви выгорали дотла. А каменные церкви, Покровская и Воскресенская, стояли друг против дружки на главной Николаевской улице города. Покровская церковь. Она стояла здесь, в этом скверике. А вторая, Воскресенская, на месте нынешней центральной гостиницы. И первая грамота на каменное строение была дана именно ей, тоже при епископе Ионе. Суета Николаевской улицы не мешала жизни этих тихих обителей. Владимирская красовалась здесь, на взгорке Владимирской улицы. Изящная, нарядная. Она была под стать веку восемнадцатому. А в начале века нынешнего было у нее всего шестьсот тридцать прихожан. Из малых, заросших сиренью и травой улочек и переулков, тянулся сюда народ. Приход был небольшой, но на его территории располагались и дом Васнецовых, и дом художника Хохрякова. А вот на постройку церкви Сретенской денег никак не хватало. Выборные люди, сборщики, ходили за подаянием. И можно сказать, что церковь эта строилась всем миром. Федоровскую взрывали ночью. Шли уже шестьдесятые годы. И живо поколение, которое помнит, как она погибла. Одна надежда, что эта жертва была последней. Александроневский собор был заложен при епископе Неофите, на самой большой площади города, Семеновской. Этакой церкви еще нет. Вкус византийской, а формы новая. Так отзывались о нем современники. На голубых его куполах сияли золотые звезды. Храм советским властям был как бельмо на глазу. Слезные письма писали вятские патриоты-атеисты в Москву. И вымылили таки смертный приговор храму. Он пал в 1937 году. Село Филейка. Окрестности его всегда были любимым местом отдыха горожан. Сюда выезжали семьями. Здесь устраивались концерты, детские музыкальные праздники и спектакли. А в конце века прошлого местным уроженцем, крестьянским сыном Стефаном Куртеевым, был основан монастырь. Отец Стефан, чтимый в народе как праведник, жил в уединенной келье близ монастыря. К нему за помощью и советом шли люди. Монастырь прожил короткую жизнь, всего каких-нибудь два десятка лет. В годы советской власти он был разрушен. Обитатели его разогнаны. Но и сейчас к святому источнику и на могилу отца Стефана идут люди. Для Зои Викторовны Шубина и ее сына Андрея места эти тоже родные. Они связаны с именем их отца и деда. Ночью пришли, стучат. Мама открывает, заходят такие дядьки. Ну, я еще ребенком была. Пришли, собирайся. Стали все забирать, все вытаскивает, одежду там, платье и одеяло. Все забрали. Только у меня была подушка, вот я болела, помню, дифтерией. Не могли взять. Они испугались, что это заразная болезнь. Ну, и папу забрали, и больше мы его не видели. И ни писем, ничего не было. Здесь он служил года два в церкви, в этой инофилейке, в монастыре. А потом, через три года, здесь уже было закрыто, все разрушено. Вот у нас даже сохранился документ. Я просто прочитаю его. Левашов Виктор Николаевич осужден комитетом АГПУ 5 июня 31 года по статье 58, часть 10, УКАК заключение в концлагере на три года. И вот как-то я сколько раз, бывает, думаю, о чем он думал, когда последний раз сидел в камере, знал ведь он, что его расстреляют, что он не вернется. О чем он думал там? Он наверняка думал и обо мне тоже. Он знал, что у него дети, будут наверняка внуки. Он думал, надеялся и верил. Я думаю, что его не забудут, будут вспоминать. Мы помним вятские священнические династии. Кибордины и Верещагины, Дьяконовы и Вознесенские, Спасские, Селивановские. Уделом многих из них стал крестный путь на Соловки и в Сибирь. Из семи городских соборов уцелело лишь два, из одиннадцати приходских церквей – три. Но жизнь из них ушла. На сотни тысяч жителей остался один единственный Серафимовский храм. Вспоминает настоятель Серафимовского кафедрального собора отец Симеон. Мама, она происходила из благочестивой семьи. Дед мне будет ее отец. Ночью был преподаватель закона Божия, причинником при храме. Ну, и раскулачили. Деда выслали. Беломоры или Соловки. Ведь, как говорится, господствовал дух атеизма. Бога нет, Христа нет, как говорится. Все это ложь, это обман, это выдумка. Вот, значит, и по отношению к церкви православной, что только не писали. В Успенском соборе пылился архив, в Макаревской церкви плясала самодеятельность, в Предсеченской толпились пионеры. Но вера тайными тропами пробивалась от сердца к сердцу, от дедов к внукам. Семидесятые годы. Удавка атеизма явно ослабла, и люди уже без опаски шли в церковь. Преосвященный Хрисанф принял Вятскую кафедру именно в это время. Народ жаждет, он голоден духовно, он хочет услышать Слово Божие. Я всегда говорил полномочию всем, мы не имеем права томить народ в этом единственном храме. Мы не имеем права, это великие, это люди-труженики, которые всю жизнь трудились на самых тяжелых работах. И они сейчас, им ничего не нужно, им нужна церковь. Им нужна церковь. Это люди были, которые многие в одном пальто ходили всю жизнь и в одном, так сказать, одеянии для того, чтобы копейку поставить на храм. Чтобы, так сказать, поставить свечу, чтобы на пометку подать. Это глубокая вера. И поэтому я всегда сомневался, даже как не архиерей, а просто как человек. Я говорил, так никто не имеет морального права томить в этом храме столько народа. Это живые люди. И мы начали тогда первые, мы, это была первая ласточка, мы открываем Макарье, Троицкий храм. Кто же пришел ныне служить в храмы? Среди наших священников немало медиков и учителей. Тернист и долг был их путь к храму. Отец Александр, настоятель Троицкой церкви в Макарье, храма уже два с половиной века. Ну, когда бабушка ходила в церковь, она брала меня с собой, в Серафимовский собор, это был единственный храм в то время. И порой несмышленый, я стоял, смотрел на службу, на церковь. Мой прадед был векарный московский архиерей, который был репрессирован за то, что он был служителем церкви, защищал устои церкви, был убит. То есть, может быть, это не какое-то случайное появление, а что-то вот именно такая ниточка, связь была. Много воды утекло с тех пор. Еще не ясна была судьба Успенского храма, не было средств на его ремонт, но во дворе прихожанки уже разбирали завалы мусора, а на бревнах с топорами сидели неизвестно откуда въявившиеся мастера золотые руки. И вот из-под пыльных архивных папок начали открываться стены, колонны, своды Успенского собора. И мы увидели живопись палехских мастеров, сцены из жизни преподобного Трифона. Помилуй нас, Боже, во велиции и милости Твоей молимся, о святейшем патриархе Алексии и о Господине нашим, высокопреосвященнейшем архиепископе Хрисанфе и всей во Христе о Ти нашей. Я по милостяме человеку любец Бог и сей Тебе, славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веку. Церковь как бы вышла из-под поля. В храмы пришла молодежь. Помолодел и церковный клир. Рассказывает отец Петр, настоятель Успенского собора Трифоново монастыря. Начали водить меня в церковь с детского возраста. С младенчества, можно сказать. Помню это потому, что в 4-летнем возрасте заблудился в храме. Искал родителей, плакал, ревел. Этот эпизод запомнился мне на всю жизнь, можно сказать. Дальше юность, можно сказать, уже зрелость. Это уже стало такое серьезное отношение к церкви. Ходил в церковь добровольно, ненасильственно. Не то, чтобы родители заставляли, а сам уже исповедовался, причащался. Кончил я среднетехническое заведение железнодорожным техником, работал машинистом тепловоза. Ну, я, как сказал уже, потом уже стал задумываться о более высшем существе, о Боге. И Господь управил стопым я на Велодку и стал священником. В Предсеченской церкви долгие годы был планетарий. Дети смотрели на звезды и не видели неба. Сейчас здесь нашлась работа и архитектором, и художником, и строителем. В трудах, заботах, размышлениях проходит и жизнь священников. Отец Александр, настоятель церкви Иоанна Предтеч. Конечно, это невероятно сложно, потому что, отвечая за каждое указанное слово, много совершенно новых опасностей возникает на этом пути. Ну, милостью Божьей как-то. Священников, конечно, не хватает. Ведь нельзя взять их... Человек, наученный богословию, еще не обязательно трепетный, благоговенный верующий человек. Также точно сам сан данный в таинстве Хератония только открывает возможности, но еще не служит. Но настоящий строительный бум начался уже в наши дни. происходит невиданное за многие десятилетия в нашем городе событие. Освящается место под храм всех скорбящих радости. Но время не ждет. Нужды верующих заставляют торопиться. и все возвращается на круги своя. Как при первых вятских епископах скоро взрастают в городе деревянные храмы. И как прежде строят их над взносы прихожан всем миром. Песня. Песня. Каким, пока теплоца время Госпога помой ся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Посвящен ныне честь тех, кто погиб, пострадал, пролил свою кровь святую за церковь нашу православную. Субтитры подогнал «Симон» Что за народ? Нынешняя паства, прихожане. Вот что говорит отец Михаил, настоятель церкви новомучеников и исповедников российских. Как правило, сейчас люди, не все считают, что можно, допустим, прожить только материально. Но ведь раньше было намного сложнее, но люди как-то с этим смирялись, боролись. Ведь такой жизни нет, чтобы прожить, наверное, так, чтобы не было сложности. Именно в сложные времена люди получают или чувствуют, что они люди, что они могут показать помощь друг другу. А когда хорошо человек живет, по-моему, он не становится человеком, а так просто что-то такое. А в Макарии, близ первого возрожденного храма, как символ утешения и как луч надежды, родился женский монастырь. Монахиня София, настоятельница Свято-Троицкого женского монастыря. Вот, и вижу, как страдают люди, но они не видят выхода пока. Им кажется, что там замужество – это единственный путь спасения. Вот, когда есть опора, есть помощь. Ну, самая большая помощь – это Господь. И для монашествующих это так. Вот, мои послушатели, я на них радуюсь. Они раньше гораздо пришли в меня в церковь. И это отрадное очень явление, когда люди всю красоту свою, всю свою чистоту приносят на алтарь Господу. Они приходят развалившимися, уже совершенно опустошенными, и говорят, что, ну, одеваться нам некуда, вот мы придем сюда. Это совсем, совсем, совсем не то. Да, наверное, мы разучились радоваться и жить в мире с самим собой и Богом. Мы спасаемся в церкви, как в последнем убежище. Но если возрождаются храмы, значит, это нам нужно. Я никогда не думал, что я доживу до такого времени, сейчас и дети в храме, и молодые, и пожилые, и средний возраст. Большие, особенно, праздники. И это не может не радовать. Папа святой фестиваль. Благословляется и освящается Знамение сие крестное И камень во основании Храма во имя святых мучениц Веры, надежды, любови и Софии Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Будем возрождать порушенные храмы В этом залог возрождения нашего общества И возвращение его христианским добродетелям Вере, надежде и любви друг к другу Придет новое поколение Оно будет лучше нас И цельность мира И свое место в нем Поймет оно во Христе Пусть осенит их, юных, вера наших предков Пусть осенит их, юных, вера наших предков Субтитры создавал DimaTorzok